Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим про стоковые обновления для смартфонов Xiaomi, которые были вытянуты из новой HyperOS. Эти обновления позволят вам улучшить работоспособность вашего устройства, получить новые фишки, ну а также на некоторых аппаратах можно повысить производительность и убрать троттлинг. Согласитесь, звучит очень интересно, потому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе горяченький чаек и мы с вами начинаем. Что же, давайте первое, с чего мы с вами пойдем, это мы начнем со смартфона Poco. Это будет, конечно же, F5 Pro под управлением новой HyperOS. Что интересного можно поставить уже сейчас на смартфоны Poco? Это, конечно же, новый Poco Launcher, который выходит и улучшает работоспособность, отзывчивость, быстрое действие и добавляет оптимизацию на эти устройства. Сейчас я вам демонстрирую актуальную версию приложения, которое вы сможете найти в нашем телеграм-канале, как и, в принципе, все сегодняшние приложухи. Я могу отметить, что работа действительно стала лучше, нет каких-то маленьких фрезов, задупов и прочего, которое было в предыдущих обновлениях. Все очень плавно отлетает, переходит, ну и, честно, я доволен этим обновлением. Кроме этого, еще я устанавливал новый Poco Launcher на Poco X3 Pro, на самый легендарный аппарат, скажем так, последнего времени от компании Xiaomi. И, кстати, X3 Pro также у нас засветится сегодня в видео. По фишкам, которые есть в этом Poco Launcher, тут, в принципе, ничего нового разработчики не добавляют, но вот только за исключением того, что на F5 Pro есть опция минус первый экран. И тут я могу выбирать ленту виджетов или рекомендация Google. На что это влияет? Это влияет на то, что я могу добавлять новые виджеты. Нажимаю вот сюда, соглашаемся со всей этой историей и, пожалуйста, вот смотрите, мы можем добавлять все, что нам понравится на рабочий стол. Это является такой изюминкой в HyperOS на Poco F5 Pro. Также у вас, наверное, еще может возникнуть вопрос, что там по поводу вылета жестом назад и ошибки. В этой версии данной проблемы нет и можно смело ее устанавливать. Но мы с вами следуем далее и говорим по поводу приложения темы. Оно, получается, у нас обновляется, и самая актуальная версия нам меняет такой редизайн всего приложения, то есть главной страницы. И плюсом, что у нас еще появляется. Мы нажимаем внизу на профиль, далее компоненты, значки. И тут мы видим с вами вверху первый раздел под названием размер значков. Мы сюда спокойненько нажимаем и далее применяем все, что мы с вами тут хотим. Ну и дополнительно, конечно же, цвет фона можем активировать. Это является одной из ключевых особенностей в этом приложении. И это у нас будет также распространяться и на MIUI 14. Потому если вы обновляете новый MIUI лаунчер, новый POCO лаунчер и у вас пропадает размер значков, это не означает, что это все с концами и нужно с помощью активити лаунчера что-то искать. Это все решается с помощью установки актуальной версии приложения тем. И далее в компонентах вы значки сможете найти. Кстати говоря, вы наверное заметили, что у меня стоят несколько необычные значки на этом аппарате. И да, они с темы HyperUI. Ну и честно говоря, они как-то более эстетичнее подходят, нежели стандартные от POCO. Да, возможно в POCO там оно как-то лучше анимация отображается. Но уж знаете, в HyperUI как-то более подходит под всю эту актуальную движуху с HyperOS. Следующее приложение, которое также вам стоит обновить, это приложение Screenshot. Если вы играетесь там всякими рамками, играете с дизайном и тому подобным, я думаю вам это будет полезно. Делаем на рабочем экране быстрый скриншот. И вверху вы видите, у нас появляется добавить изображение устройства. И как вы видите, смартфон подгружает рамку этого устройства. К сожалению, не на всех аппаратах это прям будет работать. Но на тех, которые это работают, это аппараты 2021 года, 2022 года и частично 2023. Вот так же хотел на Xiaomi 13T это все попробовать, но там рамка не появилась. И теперь поговорим про еще одно интересное приложение, о котором я в начале данного видеоролика упомянул. Я сказал, что есть обновление стокового приложения, которое может улучшить производительность вашего устройства, ну и убрать в некотором роде троттлинг. Это приложение Joyeuse, которое многие замораживают, многие его сразу вырезают. И как бы с одной стороны это можно понять, ибо оно в некоторой части влияет на показ рекламы в оболочке. Но с другой стороны данное приложение влияет и на троттлинг на производительность смартфона. Если у вас стоит старая версия, там 2.2.7, что-то там, вот, то вы можете провести троттлинг-тест и посмотреть, какой показатель у вас будет. Я, конечно же, решил экспериментально посмотреть, как же после обновления этого стокового приложения будет меняться троттлинг и что будет в плане производительности. И для теста было взято два Poco смартфона. Это X3 Pro и это Poco C65, на которых, кстати, в скором времени будет обзор, ну а сегодня он у нас немножечко прежде времени появится. Ну и вот получается Poco C65 и давайте смотреть. Первое, что было проведено, это самая стандартная версия, 15 минут и 100 потоков. Почему я делаю акцент на 100 потоках? Потому что именно они показывают реальный троттлинг и именно реальные его изменения. Если вы будете ставить по умолчанию 20 потоков, вам это вообще абсолютно ничего не даст. У вас там показатели будут высокими и, в принципе, там даже никакой просадки вы наблюдать не будете. И вот получается, как я нагрузил MTK G85 и, в принципе, троттлинг, как вы видите, составляет у нас 19%. После чего я поставил новое приложение Joyeuse и что я получил. И далее был проведен тест уже с новой версией и, как вы можете заметить, те же самые 15 минут, 100 потоков. И далее просадка производительности составляет уже 15%. То есть было 19, стало 15. На 4% мы всю эту тему, ну, скажем так, подфиксили. И, кстати, даже показатели гипсов немножечко возросли. В первом тесте там было что-то вроде 153, сейчас стало 156. Ну и, скажем так, вот даже на примере бюджетки можно наблюдать, что одним приложением можно данный момент исправить. Конечно же, между тестами была сделана пауза до того, пока аппарат остынет. И вот, что было показано на нем. Ну и теперь, наверное, любитель публики, это Poco X3 Pro. Все те же самые условия, только поставил на полчаса данный тест. И что вы можете сейчас заметить, у меня в полном стоке, вот этот первый тест был со стоковым приложением, которое было, и лишь на 10% просадка по производительности. И тут мы можем заметить, что у нас в максимуме 257 гипсов. После чего я поставил, конечно же, обновление этого приложения. И что у нас тут ничего, в принципе, не меняется. Да и вообще, с Poco X3 Pro какие-то странные вещи творятся, то он тротлил как непонятно кто, а теперь по умолчанию с ним все нормально. И, в общем, даже данное приложение ему не помогло. И могу также сделать некоторое заключение, что там, где очень жесткий тротлинг наблюдается из коробки, только там данное приложение может помочь. Если ваше устройство не тротлит, то, соответственно, обновление вам не повысит производительность до 100%. И у вас там, как бы, в принципе, вот как здесь было, просадка 10%, так она и осталась. Что же, друзья, вот такие интересные стоковые приложения у нас на сегодняшний день появились. Конечно же, можно обновить себе еще много там всяких разных по типу MIUI лаунчера, погоды, заметок, файлового менеджера, ну и так далее. Я на этом в этом видеоролике останавливаться не буду и все ссылки оставлю в описании. Ну а в комментариях напишите, какое вам приложение больше всего понравилось и что вы обновите на своем смартфоне. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok